анорексия в принципе аналексии страдают пациенты весьма молодые по статистике это 15-25 лет молодые девочки которые имеют нервно-психологические расстройства которые просто перестают есть считая что еда это плохо что лучше вообще не есть они все время считают калории и соответственно из анорексичного состояния очень тяжело выйти и процентов наверное 60 анорексия заканчивается летальными исходами по поводу булимии булимия отличается от анорексии тем что вот анорексичные пациенты они просто голодают а те кто страдает булимии они еще пользуются всякими подручными средствами то есть они вызывают рвоту это постоянные клизмы это колораж это пациенты которые говорят всегда правильном питании который не вылазит спортзалов при этом у них всегда какой-то невросто личный такой невросто личное состояние или упадок сил эти пациенты бывают возбужденные а бывают весьма подавлены но эти пациенты постоянно неконтролируемые едят и после этого извергают из себя ту самую пищу вот эти вот люди страдают булимии ну на самом деле булимия как бы корректируется значительно проще нежели чем анорексия ну и по поводу лечения лечения целлюлитом как мы говорили уже ранее что целлюлит это четыре формы целлюлита первая вторая третья четвертая вот первая вторая в принципе там лечение и коррекции веса она особо не требует редко бывает что а у пациента астаничный пациент и имеет четвертую степень целлюлита в основном это конечно избыточный вес это ожирение четвертая степень целлюлита в основном нормальные нормастеники и пациенты имеющие такую астаничную худобу это в основном первая вторая максимум знаете редко бывает третья степень целлюлита поэтому коррекция веса она в принципе и не нужна а